Здравствуйте, с вами Вяткин Александр, и я рад приветствовать вас на канале и в группе ВКонтакте Команда ГОСТ Плюс. И сегодня хочу представить вашему вниманию уже второй по счёту хит-парад ошибочных решений при проведении электромонтажных работ. В предыдущем хит-параде мы с вами рассмотрели пять наиболее часто встречающихся ошибок при расключении распределительных коробок, и сегодня нас ожидает ещё более важная, если не сказать фундаментальная тема. Это ошибки при выборе кабелей. Ведь от правильности выбора кабеля зависит судьба не только электропроводки, а всего ремонта целиком. Да и не лишним будет напомнить, что от числа пожаров, вызванных неисправностями в электропроводке, пожары, вызванные именно кабельно-проводниковой продукцией, составляют до 30%. И какие бы ни были сверхнадёжные соединения в распредкоробках, и насколько бы качественное и дорогое оборудование стояло у нас в щите. Если кабели, проложенные в стене, прикажут долго жить, ваш драгоценный ремонт уже ничто не спасёт. Но несмотря на всю непереоценимую важность вопроса, есть ряд простых и заметных невооружённым взглядом признаков, которые помогают определить правильность выбора кабеля, просто заглянув в ближайший подрозетник. И это одно из тех редких видео на нашем канале, которое поможет любому обывателю проверить правильность выполнения работ в своей квартире или доме, и, возможно, исправить ситуацию пока ещё не поздно, при этом не имея ни профильного образования, ни навороченных приборов. В общем, я как обычно заболтался, давайте уже скорее приступим к делу, а все выводы сделаем в конце. Первое, на что стоит обратить внимание при выборе кабеля, это количество жил. С 2003 года в нашей стране официально запрещена система TNC, то есть система, в которой нет отдельного заземляющего проводника. А это значит, что все кабели, используемые для питания бытовых розеток и группы освещения, должны в своём составе иметь три жилы, то есть фазный, нулевой и заземляющий, то есть ПЕ-проводник. Проводник, который, как правило, маркируется жёлто-зелёным цветом. А все кабели для трёхфазных потребителей – пять жил, то есть трифазных проводника и также ноль из заземления. Бывают, конечно, исключения, такие как, например, подключение трёхфазных электродвигателей, но это к теме ролика в принципе не относится, поэтому мы не будем усложнять. И даже если в вашем доме в общедомовой сети заземление отсутствует полностью, электропроводку в квартире мы всё равно обязательно прокладываем трёхжильным кабелем, просто не подключая заземляющие проводники до модернизации общедомового электрооборудования. Ведь капитальный ремонт общедомовой сети – это всего лишь вопрос времени, а вот добавить третью жилу в уже проложенные в стене кабели вы не сможете без полного повторения ремонта с нуля. Хочу обратить отдельное внимание на то, что даже если у подключаемого оборудования отсутствует возможность его заземления, как, например, у точечных светильников второго класса защиты, заземляющий проводник в составе идущего к нему кабеля всё равно быть обязан. Потому что помимо защиты человека от поражения электрическим током, заземляющий проводник вкупе с УЗО также несёт и противопожарную функцию. Итак, второй и, пожалуй, самый сложный пункт, но вся его суть сводится к тому, что вам всего-навсего нужно уметь читать. Это пункт о противопожарных индексах кабелей. Каждый уважающий себя производитель кабелей обязательно на внешнюю оболочку наносит маркировку, в которой прописана вся необходимая информация. Маркировка, как правило, включает в себя по порядку название завода, марку кабеля и индекс, количество жил, номинальное сечение, номинальное напряжение, номер ГОСТа и тех условий, по которым изготовлен кабель. И раз уж я обещал сделать это видео максимально понятным каждому. Полный разбор маркировки кабеля мы сейчас устраивать не будем. Этой информации предостаточно в интернете и тем, кому будет интересно, смогут без труда её найти. Ведь в контексте данного видео нас интересуют только две вещи. Это марка кабеля непосредственно и тип исполнения в соответствии с показателями пожарной опасности. Про марку кабеля поговорим чуть позже, пока начнём с типа исполнения, чтобы потом не запутаться. Итак, в соответствии с таблицей номер 2 из ГОСТ 31565 2012 года кабель, который применяется для прокладки внутри жилых помещений, должны иметь индекс не ниже НГ-ЛС. Данный индекс обозначает, что НГ это нераспространяющий горение кабель, ЛС пониженный уровень дыма и газовыделения. То есть, если на проложенных в вашем доме кабелях прописана только их марка и после неё не стоит индекса НГ-ЛС, значит такой кабель не допускается использовать в жилых помещениях, за исключением замоноличной прокладки. Но такой способ монтажа как замоноличная прокладка применяется всё реже, поэтому подробно останавливаться на нём не будем. Отдельно стоит заметить, что никто не запрещает использовать кабели с более высокими индексами, например, ФРЛС. Но применение такого кабеля в жилом обычном помещении ничем не оправдано, тем более что стоят они гораздо дороже, чем обычная ЛС-ка. Кстати, вы можете заметить, что между буквами НГ и ЛС в скобках стоит литера А. Это показатель пожарной опасности при групповой прокладке. Не будем заострять на этом внимание, так как индекса А более чем достаточно, а найти в розничной торговле кабель с другой буквой крайне сложно. И если вы совсем запутались, то ещё раз и в двух словах. Если на кабеле нет букв НГ-ЛС, соответственно такой кабель запрещен для применения в жилых помещениях. Конечно же немаловажным фактором является и марка кабеля. Если индекс определяет степень его пожарной безопасности, то марка в первую очередь определяет его область применения и срок службы. Опять же подробно на буквенных обозначениях мы останавливаться не будем. Остановимся лишь на наиболее часто применяемых правильных и неправильных проводах и кабелях. И самая частая ошибка при выборе кабеля это применение разного рода многопроволочных шнуров и соединительных проводов стационарной электропроводки. Горе мастера зачастую намеренно идут на нарушение требований нормативных документов, так как с гибкими и мягкими шнурами гораздо удобнее и быстрее работать. Но за это удобство расплачиваться в конечном итоге приходится заказчику. Дело в том, что данные провода и шнуры предназначены только для подключения ими бытовой техники к штепсельным розеткам и имеют очень ограниченный срок службы. Наиболее часто применяемые провода обозначаются буквами ШВВП и ПВС, то есть шнур виниловой изоляции плоский и провод виниловый соединительный. И имеют срок службы в среднем от 6 до 12 лет. В то время как срок службы кабелей, которые предназначены для стационарной электропроводки, порядка 30. Об их марках чуть позже. То же касается и разного рода кабелей типа ПУНП, ПГНП, ПУГНП и так далее. Мало того, что данные кабели фактически запрещены с 2000 года как пожароопасные, низкий срок службы означает, что повторение капитального ремонта в вашем доме произойдет гораздо раньше, чем вы планировали. Также стоит обратить внимание, что многопроволочные жилы проводов типа ПВС и ШВВП в подавляющем большинстве случаев не допускается подключать к оборудованию напрямую, а необходимо опрессовывать наконечниками, чего конечно же практически никто из горе-мастеров не делает. Для стационарной электропроводки в частном доме или квартире лучше всего подходят следующие марки кабелей. ВВГ-НГ-ЛС, круглый с минеральным наполнителем или без него. ВВГ-ПНГ-ЛС, то же самое, только плоские и без наполнителя. И Нюм-Джей-НГ-ЛС, то же самое, что круглый ВВГ с наполнителем, только с закосом под немецкие стандарты. Если же все-таки требуется использовать многопроволочный кабель, например для подключения какого-либо оборудования или светодиодных лент, тогда следует применять марку КГВВ-НГ-ЛС. Он по сути мало чем отличается от провода ПФС по функционалу, только имеет гораздо больший срок службы и соответствует требованиям в области пожарной безопасности. Главное не забывать про наконечники. И кстати говоря, нужно заметить, что все перечисленные выше кабели можно применять не везде. Так, например, при прокладке кабелей в земле, на улице или в каком-нибудь парном отделении, бани или сауны, необходимо либо использовать кабели специально предназначенные для таких условий. Либо, как в случае с прокладкой в земле и на улице, можно использовать кабели типа ВВГ, но только применяя специально предназначенные для этого трубы. И последнее, что я должен заметить по этому пункту, это то, что опять же никто не запрещает использовать более крутые навороченные кабели, например ППГ-НГ-ХФ. Но в обычных жилых зданиях без массового скопления людей применение таких кабелей опять же нецелесообразно, а стоимость их гораздо выше, чем тот же ВВГ-НГ-ЛС. Итак, теперь четвертый пункт, это минимальное сечение применяемых кабелей. Сечение кабеля указывается в маркировке сразу после его типа и индекса. Первая цифра обозначает количество жил, о котором мы говорили в первом пункте. Вторая, это и есть номинальное сечение каждой жилы. В соответствии с ГОСТ-Р58019, минимально допустимые сечения кабелей должны быть не менее указанных в таблице 15.3. То есть самый тонкий кабель, который мы можем проложить в квартире или доме, не может быть сечением менее полутора квадратных миллиметров, независимо от того, какую нагрузку мы планируем к нему подключать. Но несмотря на это, в последнее время все чаще мастера начинают заниматься самоуправством и применяют кабели с сечением ниже допустимого, как правило, для освещения, оправдывая это использованием светодиодных ламп с низким энергопотреблением. Говорю сразу, подобное самоуправство, как и любое другое, в электромонтаже просто недопустимо. Во-первых, несмотря на низкие токи потребления светодиодного освещения, пусковые токи таких ламп, наоборот, могут быть даже выше, чем у ламп накаливания. Во-вторых, сечение кабелей выбирается не только исходя из потребляемой мощности электроприборов, но также исходя из параметров петли фазы 0 и токов короткого замыкания. Я очень сомневаюсь, что в таких случаях подобные расчеты производятся. В-третьих, от сечения жилы зависит не только ток, который можно пропустить через кабель, но и его механическая прочность. И чем тоньше жилы, тем больше кабель подвержен механическим и электрохимическим процессам. Тем самым надежность системы снижается. В общем, думаю, понятно. Увидели цифру меньше 1,5 в маркировке сечения кабеля, смело от него отказываемся. Итак, заключительный пятый пункт – это контрафактная продукция и ГОСТовское сечение. В настоящее время, несмотря на контроль государства, процент контрафактной кабельно-проводниковой продукции на рынке достаточно велик, поэтому необходимо обращать внимание, где и какой кабель покупает нанятый вами специалист. Настоящий кабель, выпущенный в соответствии с ГОСТ, должен иметь четкую и внятную маркировку, заводскую упаковку с этикеткой и, конечно же, он должен иметь сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза, в котором указана марка кабеля и нормативная документация, то есть тех условия, по которым выпускается продукция. Сертификат должен быть зарегистрирован в системе Росстандарт. Другими словами, если нанятый вами специалист принес в ваш дом какие-то невнятные мотки без опознавательных знаков, можете смело требовать от него отнести их обратно туда, откуда он их принес, и вернуть деньги от греха подальше. Единственное, в данном пункте также хотелось бы обратить внимание на одну очень интересную деталь относительно сечения кабеля, которая многих заказчиков и даже монтажников может ввести в ступор. Многие люди, которые ответственно относятся к выбору кабелей, но при этом не очень хорошо разбираются в требованиях нормативных документов, ошибочно полагают, что если на ГОСовском кабеле написано 2,5 квадратных миллиметра, то значит фактическое сечение его жилы также должно состоять 2,5 квадратных миллиметра. Но это немного не так. Дело в том, что ГОС 22483-12 года, по которому выпускаются кабели, никоим образом не нормируют фактическое сечение. ГОСТом регламентируется максимальное значение электрического сопротивления жил, а сечение на кабеле указывается как номинальное в соответствии с его сопротивлением. То есть, грубо говоря, чем больше лишних примесей в меде, тем толще необходимо делать жилу, а чем меньше, тем тоньше. И при этом два разных по толщине кабеля будут маркироваться одинаково. Если один кабель при измерении сечения жил оказывается тоньше другого, но при этом они оба имеют сертификат соответствия, то это не значит, что кабель с более тонкими жилами хуже, даже вполне возможно наоборот. Ну вот мы с вами и разобрали 5 наиболее часто встречающихся ошибок и нарушений при выборе кабельно-проводниковой продукции. Теперь, чтобы вы совсем не запутались, давайте немножечко резюмируем и упростим все вышесказанное. Первое. Нет жилозащитного заземления, кабель нам не подходит. Второе. Кабель не имеет индекса NGLS, также такой кабель запрещено применять, за исключением прокладки в нежилых помещений и полного замоналичивания бетона или штукатурку. Третье. Записывайте или запоминайте. VVG NGLS, VVG PNGLS, NUMJ NGLS, KGVV NGLS. Все остальное либо запрещено, либо не подходит по назначению. Четвертое. Сечение менее полутора квадратных миллиметров запрещено для любых проводников и нагрузок. Пятое. Кабель должен иметь маркировку, упаковку и сертификат. На сегодняшний день ситуация на рынке электромонтажных работ такова, что заказчику крайне сложно получить действительно качественный монтаж с соблюдением всех современных норм, не вникая самостоятельно во множество нюансов. К сожалению, рынок услуг переполнен низкоквалифицированными специалистами, которые идут на нарушение либо по незнанию, либо с целью удешевить стоимость работы и получить как можно больше заказов. Помимо жажды наживы, среди огромного количества монтажников процветает технический нигилизм. Это когда каждый считает себя суперспециалистом и при этом всячески оспаривает и нарушает требования нормативных документов. Но электротехника это далеко не та область, где допускается самоуправство и скептицизм. Я уже много раз говорил и повторюсь еще раз. Требования нормативных документов это совокупность опыта сотен людей, посвятивших всю свою жизнь вопросам энергетики и электроснабжения. И опыт многих десятилетий эксплуатации тысяч самых разных зданий и результатов расследования сотен катастроф. Ну а если у вас нет времени и возможности самостоятельно вникать во все тонкости и требования нормативных документов, но при этом вы хотите получить себе действительно качественную электропроводку, которая прослужит долгие годы, тогда просто-напросто закажите монтаж у команды ГОСТ Плюс. Ну а если такой возможности у вас нет, то все равно не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и группу ВКонтакте и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за внимание и безопасного вам электричества. С вами был Вяткин Александр, команда ГОСТ Плюс.